Когда мы определяемся с покупкой, то в большинстве случаев есть дешевый вариант, есть подороже и есть еще третий вариант. Вершина технологического прогресса, скорее всего, недоступная по цене. Сегодня в роли такой вершины будет игровой монитор Monster от Acer под названием Predator Z35. По диагонали это самая старшая модель, как сейчас принято говорить, флагман. 35 дюймов, матрица, что удивительно не IPS, а VA и целый мешок технологий. Все, которые только можно применить в игровой модели. Здесь и изогнутая матрица, и поддержка частоты 144 Гц, и работа с G-Sync от Nvidia. В общем, не соскучишься. Внешне выглядит Z35 очень круто. При такой диагонали толщина рамок уже не имеет такого значения, материалы очень хорошие, сборка отличная. Особенно внушительная подставка, которая только кажется тонкой, но на деле полностью металлическая, тяжелая и надежная. Достаточно надежная, чтобы удерживать 35-дюймовую махину. Интерфейсов немного, но все по делу. Для видеосигнала есть HDMI и DisplayPort, кроме них выход на наушники и порт для блока питания, который настолько крупный, что встраивать его в корпус не стали. Плюс сзади корпуса поместили хаб с четырьмя портами USB 3.0. Не совсем удачное место, но все же лучше, чем если бы они были среди остальных разъемов. К изогнутой матрице нужно привыкать, но у Z35 она оправдана большой диагональю. При 35 дюймах изгиб работает еще лучше. Хочется поставить в стык два таких еще монитора, но это уже будет бюджет маленькой Африканской республики. Неожиданно было увидеть здесь матрицу VA. Эта технология получше всех конкурентов по контрастности, но вот скорости отклика и углами обзора не впечатляет. Разрешение по вертикали тут такое же, как у 24-дюймовых моделей 1080 пикселей, а вот по горизонтали целых 2560. Соотношение сторон 21 к 9, фильмы в этом формате выглядят отлично, как, впрочем, и игры. Стандартные настройки показывают отличный цветовой диапазон, чуть больше sRGB, прекрасную контрастность и точную цветовую температуру. К цветопередаче этой модели претензий никаких быть не может. К углам обзора я бы тоже не придирался, хотя при отклонении в бок заметны искажения цветов и падение контрастности. Теперь поговорим о многочисленных игровых фишках этой модели. Во-первых, это технология G-Sync от Nvidia. Ни один отрендеренный видеокарты и кадр не пропадет даром, поскольку частота обновления монитора синхронизирована с количеством кадров в секунду в игре. Вторая важная фишка, частота обновления монитора 144 Гц. Даже 200, если включить разгон в настройках монитора, а потом перезагрузить его. Да-да, перезагрузите, привыкайте к такому. Правда, для чего нужна такая частота, непонятно. При разрешении 2560 на 1080 добиться больше 150 FPS будет сложновато даже на самой мощной машине. Разве что при игре в Counter-Strike. Матрицы VA никогда не славились высокой скоростью отклика. Здесь смазывания тоже наблюдаются, даже если включить овердрайв на максимум. Правда, этого я делать не рекомендую, получается вот такой результат. Но без овердрайва вообще тоже не получится. Например, при 60 Гц каждый следующий кадр будет появляться через 16 мс, а при 144 Гц уже через 7. Поэтому чем выше скорость обновления, тем ниже должно быть время отклика. И здесь оптимальным вариантом будет режим Normal, при котором нет артефактов, но и ускоряется работа матрицы. Вообще настроек здесь не меньше, чем в BIOS современной материнской платы. Есть быстрое меню, в котором можно открыть полное, выбрать вход, отрегулировать громкость встроенных динамиков, выбрать режим овердрайва и оригинальное решение. Три пресета, куда можно записать часто применяемые настройки для разных целей, чтобы потом быстро между ними переключаться. Во вкладке Picture находится регулировка контраста, яркости, включение модного нынче режима фильтра синего цвета для снижения нагрузки на глаза и Dark Boost, таинственная функция изменения гаммы для высветления темных участков, видимо для игры на ночных картах. Во вкладке Color стандартные пункты гамма, цветовая температура, отдельное включение режима sRGB. Тут стоит оставить все как есть, заводские настройки отличные. Самое интересное во вкладке OSD, тут включается Overlay, показывающий текущую частоту обновления и игровой режим. Здесь же задаются три пресета для быстрого переключения и включается полноэкранный прицел. В панели Setting меняется источник сигнала, включается режим DTS для встроенной акустики, без него она звучит печально и регулируется Overdrive. Здесь же настраивается и Ambient Light. Снизу монитора есть светодиодная панель с кучей режимов и цветов, она может, например, менять цвет в зависимости от FPS. Дальше идет меню Overclock, в котором можно увеличить частоту обновления картинки со стандартных 144 Гц до фантастических 200. Но я бы рекомендовал оставить текущие 144 и не экспериментировать. Для уменьшения смазывания есть поддержка технологии Nvidia, которая называется ULMB, Ultra Low Motion Blur, но работает она только в режимах от 85 до 120 Гц и при выключенном G-Sync. Monster Z35 хорошо выглядит, замечательно показывает и отлично подходит для игр, кино и прочих развлечений, но позволить его себе смогут немногие. Сказать, что он дорого стоит, ничего не сказать.